Добрый день. Во-первых, хочу извиниться. Вчера у нас организационный документ, мы приехали в Харьков, намного позже, чем рассчитывали, поэтому мы не присутствуем на дисконференции. Я приношу извинения, прошу понять. Что касается нашей работы по Харькову. Год назад мы, группа информационного сопротивления, одновременно с мониторингом ситуации, сначала в Крыму, потом в Звуме АТО, мы мониторили ситуацию и в регионах Юга и Востока Украины, в том числе, конечно, Харьковской области. Тогда у нас система мониторинга, ну, мы тогда ввели понятие светофор, это шкала угроз, десятибальная, ну, я думаю, вы видели, карта, и мы определяем угрозу террористической, террористической угрозы по каждому региону. Тогда у нас алгоритм был, скажем так, только отрабатывался, спонтанно появился, потом мы вообще этот проект на время заморозили. И вот с 1 апреля мы его разобновили, только уже на более качественном уровне. Мы отработали свою методику по определению угроз, то есть идет четыре основных блока информации, которую мы анализируем. Широкий спектр, начиная от оперативной информации по каналам спецслужб, заканчивая мониторингом социально-экономической ситуации в регионе. Мы прекрасно понимаем, что невыплаты зарплаты сейчас, допустим, на госпредприятиях, в том же Харькове, создают негативный фон предпосылки для каких-то акций протеста, которые могут быть использованы и используются антиукраинскими силами, спецслужбами нашего горячо любимого соседа для раскачивания ситуации. В этом плане, к последнему как раз пункту у нас отработано уже, отработано взаимодействие сменство с политикой, это официальная информация, мы никогда не ограничиваемся официальными источниками, всегда проверяем их по другим каналам. То есть оценивается масса различных факторов, на основании которых мы потом ставим, приходим к каждой цифре, то есть от единицы до десятки выставляем оценку угроз. Что касается Харькова, то как раз мы считаем, что это, ну, ни для кого не секрет, я думаю, никто спорить не будет, это ключ к востоку Украины, если будет дестабилизирована ситуация в Харьковском регионе, то автоматически сцепляется сразу несколько областей, то есть восток выходит из-под контроля. Поэтому, ну, недаром здесь как раз антиукраинские силы пытаются настолько упрямо раскачать ситуацию, несмотря на то, что, слава Богу, это им не удается, и я уверен, не удастся. Тем не менее, мы продолжаем мониторить ситуацию. На данный момент, кубокому сожалению, мы оставляем, завтра, ну, мы посредом выставляем свою школу угроз, в связи с командировкой мы выставим завтра, но я сразу же расскажу, что будет оставаться 8 баллов уровень угрозы. С одной стороны, мы фиксируем довольно-таки эффективную работу правоохранителей и спецслужб. Правоохранителям у нас есть вопросы, но эти вопросы по поводу их эффективности и способности противостоять таким угрозам, это касается не только Харьковской области, сразу скажу, это касается и Днепропетровской, и Одессы, практически всех регионов. Более эффективно работает СБУ. Опять-таки, тут тоже местная СБУ, менее эффективная, чем когда приезжает десант из Киева. По Одессе, допустим, сейчас идет своеобразный процесс ротации, когда из киевского главка несколько человек назначены на должности на областном уровне. По Харькову мы высоко оценим работу контрразведки по выявлению, опять-таки, террористических групп. И хотя сейчас начинается спекуляция на этой теме, ну, допустим, в той же Одессе активисты, журналисты, точнее, задаются вопросом, почему так много задержаний идет, в общем-то, возможно, какие-то показательные психологические, ну, я в этом случае отвечаю, что давайте сравним те, допустим, то количество терактов и попыток вообще дестабилизации ситуации, которые были в прошлом году, когда не было практически особого задержания, тем более групповых, резонансных. И в этом году. В этом году задержаний много, фактов дестабилизации ситуации мало. То есть, я думаю, что это все-таки показатели работы эффективности спецслужб. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что полагаться только на госструктуры, это нам, увы, не приходится. То есть, ну, и не говоря уже о тех проблемах, которые существуют в нашей госструктуре, начиная там от коррупции, от бюрократического аппарата, его неповоротливости и так далее, нужно признать, что во всем мире страны, для которых высокий уровень террористической угрозы, они все равно подключают, прежде всего, общественные какие-то инициативы, общественные силы для противостояния. То есть, скажем так, гражданами воспитывается культура противостояния терроризма. В этом плане мы, конечно, очень высоко оцениваем в Харкове работу проукраинских сил, общественных организаций, активистов. Я должен сказать, что здесь, ну, по моему мнению, насколько мы изучили ситуацию, намного более консолидированы эти проукраинские силы, патриотические силы, чем в той же Одессе. И, к сожалению, все споры противостояния сразу вносятся в публичную плоскость. Это очень играет на руку в руку. В Харкове все-таки ситуация в этом плане получше. Что касается социально-экономической ситуации, вчера мы посетили завод оборонки, завод Малышева, 115-й, Харьковский бронетанковый ремонтный завод. Мы понимаем, что, ну, это уже больше касается даже моей депутатской деятельности, как члена комитета Верховной Рады по вопросу национальной безопасности и обороны. Мы видим уйму проблем, которые существуют в этом плане. Мы в то же время понимаем, что как раз промышленная база, нормальная работа, выплата зарплат и так далее на промышленных предприятиях способствует в любом случае стабилизации ситуации. Но здесь возникают опять-таки многие проблемы. Допустим, мы знаем, как в обществе негативно относятся к тому, что недавно прошла информация, под ссылкой на Сибирь, на международные организации, которые работают в сфере экспорта вооружения, о том, что Украина сохраняет свои позиции как экспортер вооружения. Понятно, в обществе сразу возникает недоуменный вопрос, с какой радостью у нас идет война, а мы тут торгуем вооружением. Если, допустим, это касается авиации, еще не так актуально, авиация сейчас у нас в зоне АТО не особо задействована. Но когда это касается бронетанковой техники, которая остро необходима в зоне АТО, то вполне логичная претензия, как Украина может торговать бронетехникой, когда у собственной армии ее не хватает, причем не хватает катастрофически. Ну, я под бронетанковой именно теме, поскольку она, ученик, кто она для АТО работает не первый месяц, должен сказать, что у нас бронетехники на самом деле хватает. Вопрос в эффективности ее ремонта и восстановления. Тут претензии прямые, увы, к Министерству обороны. То есть, если в личной беседе министр обороны меня заверял еще в конце ноября, что гособоронзаказ, на основании которого заключаются все договора с предприятием, был заключен в первых числах января, то реально он был заключен 9 феврага. Но и это еще не все. Правительство, ну, не столько давно, буквально пару дней назад, премьер-министр Иценюк заявлял о том, что платежки, которые идут по линии админобороны, они обслуживают, больше суток не задерживаются. Правительство, выделяя средства сразу. Ну, как свидетельствует опыт общения с руководителями на местах, действительно, платежки правительство, казначейство проводят очень оперативно. Вопрос в том, что Министерство обороны не оплачивает уже сделанную работу. Вот это действительно проблема. То есть, для понимания, до начала марта ни одно предприятие, ремонтное предприятие Минобороны не имело заключенного договора с Министерством обороны на ремонт и восстановление бронетехники. Это в то время, когда, к тому же Дебальцево, когда встал вопрос удержания плацдарма, из резерва могли выйти аж два танка. Ну, это вопросы, опять-таки, по нашим чиновникам, точнее, бюрократам. Но сейчас, слава богу, ситуация исправляется. С середины марта заключаются договора, в том числе, это касается Харьковского ремонтного завода. Поступают средства, ну, по крайней мере, какая-то деятельность, в плане сдвиги пошли, сдвиги позитивные. Это, конечно, влияет в конечном итоге на оздоровление социально-экономической ситуации. Вопросы есть, поэтому уже заводу мало, почему я веду, начался экспорта вооружения. Ситуация такова, что на предприятии, вы знаете, сейчас кризис уже стычайший, вся производственная база давно устарела. Для того, чтобы модернизировать, нужно не миллиардные, в общем-то, вливания, которых, понятно, у правительства нет. И встает вопрос, либо где-то находить деньги, чтобы модернизировать эту базу и тогда запускать в производство, ну, те же самые, там, модернизацию Т-64 Булат, запускать в производство серийные новые облоты, которые, опять-таки, общество задается вопросом, у нас есть отличный танк, который там себя хвалит на международной арене, почему его в войсках нет? Или эти средства, второй вариант, получать за счет экспорта выполнение договоров ранее запрещенных, с тем же Конго, с Таиландом, и за счет этих средств, в общем-то, развивать производственную базу. То есть, мы сейчас стоим вообще перед таким выбором, то есть, я понимаю, что с точки зрения логики, необходимо, конечно, ломбировать разрешение к заводу Малышева, поставлять вооружение, бронетехнику на экспорт, потому что по другому, других вариантов получения средств для завода нет. В то же время, я тоже трезво оцениваю, насколько это негативно будет воскринято в обществе, то есть, лоббирующие, давайте продавать бронетехнику, когда ее нет в Загонт. Вот такая ситуация, то есть, это целый комплекс проблем, которые спряются одни за другие. Мы сегодня с утра встречались с губернатором, господином Раненым, он тоже свидетельствует о том, что как раз по госпредприятиям очень большая проблема. То есть, по предприятиям коммунальной собственности, которые являются зоной ответственности губернатора, вопросов как раз нет по задержкам заработной платы и так далее. А госпредприятия, не только оборонки, которые находятся в городе, в области, они фактически брошены на правилу своего судьбы, в Минэкономике. Тот же Укроперонпром очень слабо координирует их взаимодействия. Но это вопрос, который нужно выносить уже на обсуждение на центральный уровень. Тем не менее, претензии, как понятно, все предъявляются в конечном итоге местной власти, поскольку на этой территории эти предприятия находятся. Я думаю, в комплексе, в общем-то, по крайней мере, со стороны комитета Верховной Рады по вопросам о безопасности и обороны, мы будем обязательно продвигать решение этих вопросов. Будем делать все, что от нас зависит. А по мониторингу ситуации, я все же надеюсь, что уже в ближайшее время, по крайней мере, после праздников, мы поставим семерку, лучше шестерку по уровню голоса. И опять-таки, мы здесь видим усилия местной власти, которые играют на стабилизацию ситуации. Мы сегодня посетили фортификационные сооружения, ну, вы знаете, форус солнечный. Вчера мне задавали много вопросов, почему он так странно выглядит и так далее, какую он реально играет роль, заводный опорный пункт, который там создается. Но сегодня мы разобрались, почему эти вопросы возникают. О том, что как раз то, что можно видеть с трассы, это позиция для боевого охранения. То есть, сам заводный опорный пункт находится немного в стороне, и в секторе обстрела с него как раз контролируются практически все направления. То есть, Горостовская, ну, трассы, которые идут в Россию. Я думаю, что эта инициатива, которая, опять-таки, осуществляется при инициативе местных властей, она, по-моему, работает и на психологическое, так сказать, воздействие на стабилизацию ситуации, но имеет прямое военное смысл. Кстати, по Харькову я также должен отметить одно из направлений, которым мы занимаемся по линии комитета Прораминского, это фортификационные сооружения в зоне АТОР. Вы знаете, что 300 опорных пунктов, на которые Кабмин выделил 850 миллионов гривен, распределены между областями, и все госструктуры отмечают как раз Харьковскую область, потому что пока Минобороны, не знаю, чем занимаются, решают вопрос с определением судподрядчиков, распределением средств и так далее, Харьковская область фактически чисто на обмечах местной власти за свои опорные пункты, за которые она отвечает, возводит фактически уже в полном режиме. И первый опорный пункт, который буквально дня в ГУЗДАН в Луганской области, вообще это в зоне АТОР-1, он как раз возводится благодаря усилиям Харьковской области. Но тут трудно недооценить усилия местных властей. У меня все, если есть вопросы... Марина, от Ленин, позвольте по вопросу, сначала один за, а потом второй. Все-таки, скажите, пожалуйста, считает ли возможно, что будет дестабилизация ситуации в Харькове в период праздника 9-го мая, и есть ли ждать о том, чего больше опасаться? Каких-то российских сил и митингов, диверсий, терактов, либо какой-то внешний розыск, потому что сейчас много в критике, в том числе с ссылками на вашу руку, идут сообщения о появлении новой техники на Донбассе и на Харьковской области. Ну, что касается ситуации в зоне АТО, мы как раз видим, что все складывается к тому, что после майских праздников угроза наступления, я не могу сказать, что это будет наступление однозначно, я не господин Путин, но то, что мы видим по подготовительным мероприятиям, угроза наступления резко возрастает. Во-первых, ну тут несколько факторов. Во-первых, еще месяц назад были созданы три мощных ударных группировки на территории Донбасса, которые, в общем-то, в последние недели, они просто проводятся до комплектования, накопления материально-технических ресурсов, а так, по сути, они уже готовы. Причем мы, по той конфигурации, которая сейчас создается, мы видим, что если, допустим, будет наступление на Мариуполь, то лобового наступления, ну это доля процента, что они будут осуществлять, потому что это дурость в последней степени, будет наступление, как минимум, по линии Докущаевск-Новоазовск, или вообще Докущаевск и до Авдеевка-Пески, или на северном направлении, может быть, от Артемовска до Стаминецка-Луганска. То есть, такую же ситуацию по созданию ударных группировок мы наблюдали в начале декабря, в конце ноября, начале декабря прошлого года. Они выждли больше месяца, после этого, после чего уже началось наступление, в результате которого мы лишились дебальцевского плацдарма. Сейчас ситуация такая же, но тут необходимо делать скидку на то, что того, скажем так, комплекта войск, подразделений, если можно так сказать, эти российские войска, которые сейчас существуют на Донбассе, их явно мало для осуществления ширкомасштабного наступления. И, в общем-то, на протяжении прошлого года, и этого тоже, Иловайск, что Дебальцево, фактически ядром все равно наступающих группировок были российские подразделения, батальонные и аэродные тактические группы регулярных войск Российской Федерации. На данный момент мы фиксируем, но сегодня мы, допустим, фиксировали два подразделения, были перекинуты на территорию Донбасса уже регулярных вооруженных сил. Но это еще не показатель. На самом деле, достаточно большое количество БТГ находится непосредственно возле границы с Украиной, что напротив Луганской области, что внизу напротив Донецка, районного Азотска. Необходимо их контролировать. Если они будут введены в Донбасс массово, однозначно будет наступление через сутки-двое. Что нас сейчас, опять-таки, настораживает? Мы постоянно фиксируем, идентифицируем и в приграничной зоне нашей, и уже на территории Донбасса подразделения артиллерийской разведки российских войск. Если работает артразведка, это выявление цели, и понятно, что, опять-таки, это признак готовящегося наступления. Если будет наступление, то понятно, что будут дестабилизированы попытки дестабилизации ситуации всеми способами, не только в Харьковской, но, опять-таки, по всей линии Юга и Востока Украины. Прежде всего, элементарно отлечить внимание, точнее, ресурсы. Что касается Харькова, то даже без, скажем так, наступления, мы ожидаем то же самое, что и по Одесскому региону. Угроза достаточно высока экспорта терроризма, пропускной режим, чтобы там не говорили, которые то вводили, то отменяли, все равно это неэффективный, неотработанный эффективный алгоритм, скажем так, задержки, задержания, нейтрализации террористических групп, которые могут выезжать из зоны АКТО. Но диверсионно-разведательные группы сюда не придут слишком большое расстояние. Но вот именно террористические группы, туристы, которые могут сюда приехать, это однозначно угроза. Еще более высокая угроза дестабилизации ситуации местными антиукраинскими силами. Это тоже может касаться как совершения терактов вполне, так и, что сейчас будет актуально на 9 мая, других силовых, скажем так, акций. То есть, возможно, вполне провокации с украинской символикой против тех же ветеранов. Для того, ну, во-первых, для картинки для российского телевидения. Все это может в идеале для них должно выливаться в какие-то столкновения и так далее. Гражданские акции протеста, противозаконные. По всем этим направлениям угроза очень высока. Астин, и второй вопрос, немножко из другой темы, из вашей непосредственности. Я знаю, что вами были внесены поправки у закона с открытием антикоммунистической символики. Можете рассказать, что пытались обстоять, какие поправки, что не будет запрещаться? Поправки все внесены. Мы буквально в тот же день, когда был принят закон о декоммунизации, мы подготовили правки и их направили в администрацию президента. Потом уже, когда закон вернулся на переголосование с правками от АП, там все эти правки были учтены, поэтому у нас приказы нет. То, что мы вносили. Первый закон не должен касаться реконструкции, боевых наград, которые сейчас будут особенно актуальны. Ну, не только боевых, но и трудовых. Всех наград советского периода. Потом документов, у нас же масса документов советского периода, опять-таки, начиная с диплома, свидетельство о рождении и так далее, на которых советская символика, ну, как бы было глупо ее запрещать. Единственный вопрос, который мы не предусмотрели, и который, в общем-то, все равно, я думаю, потребует решения, это вопрос переименования географических, ну, населенных пунктов. Потому что мы видим твой, в общем-то, резонанс, который это вызвал, идет горящее обсуждение, что там переименовать, что не переименовать. По-моему, ну, мы как раз обсуждали эту проблему, пришли к выводу, что лучше всего это, ну, в центре, то есть Киев не должен навязывать сроки и не должен навязывать варианты, скажем так, переименования. Это должно быть решение местных громад, ну, это абсолютно логично. Я согласен, что немногие общины, ну, согласятся переименовать, потому что просто они привыкли к тому названию, которое было раньше. Ну, хотя, с другой стороны, ну, город Артемовск. Я уверен, сейчас приехать и провести опрос, там, опросить 100 жителей, которые встретятся на улице, я не думаю, что очень многие расскажут, кто такой вообще Артем, какие-то факты из его биографии и какую он там роль сыграл в большевистском движении. То есть это, скорее, вопрос привычки. Я считаю, что это вопрос как раз в населенных пунктах. Это не идеологический вопрос, это вопрос, скорее, бытовой. То есть то, к чему люди привыкли. Если есть там проспект Ленина, люди просто привыкли. Если бы он был изначально, там, несколько десятков лет назад, назывался там проспектом Марсиана, они бы точно так же привыкли к нему. То есть тут вопрос не о Ленине. И я думаю, что как раз в этом плане нельзя устанавливать жесткие сроки, чтобы там через месяц все переименовали. Вообще, мы должны сами прийти к этому решению, обсудить тщательно, и после этого уже предлагать свои варианты и переименовать. Точнее, я понимаю, что это не в законе, или вы за это выступаете? Нет. Нет, нет, сейчас я уточню, уточню момент. Названия, связанные, так скажем, с деятелями Великой Отечественной войны, которые являлись деятелями СССР, таких названий у нас очень много хайперов, они, скорее всего, не будут попадать под переименование. Надо, чтобы парень не в СССР снимут. Нет, нет. Понимаете, тут вообще должен быть какой-то алгоритм и обсуждение не только на уровне так называемых экспертов, потому что, допустим, там есть структуры, которые под национальную память и так далее сейчас работают, но которые явно перегибают палку. Должен быть алгоритм обсуждения именно с общественностью и с той общественностью, которая живет на данной территории. Это должно быть действительно, эти решения должны принадлежать местным громадам. Но это как бы вполне логично, возразить, по-моему, против этого нечего. Что касается деятелей войны, ну, если нет ассоциации вообще с каким-то там коммунистическим, советским негативным прошлым, вот именно с идеологической какой-то подоплепкой. Я считаю, абсолютно нет проблем с тем, чтобы ставить именно там конструкторов, те же самые, все правильно, полководства великодействные. Если в Киеве есть улица Якира, опять-таки, 99 и 90 в Киеве, я не знаю, кто такой Якир. Но если это товарищ со своим батальоном китайцев вырезал украинские села, думаю, что к нему все-таки есть претензия. То есть там, в каждом конкретном случае, думаю, нужно разбираться. Спасибо большое. Встреча с службой стилистикой Михайловой. Вы много говорили об оборонных сооружениях. Как вы, в общем, оцениваете обороноспособность области города? Вопрос, конечно, интересный. Но дело в том, что мы, то есть группа информационного сопротивления, никогда не даем информации, которая раскрывает готовность вооруженных сил в других вооруженных формированиях. Ну, то есть, то, что вскрывает наша оборона. На данный момент, я считаю, что Харьковская область из всех областей Юга и Востока в этом плане стоит на первом месте. Благодаря, опять-таки, деятельности местных властей. То есть, вот это тот формат, когда действительно местные власти, они выполняют несвойственные им функции, но они не дожидаются, пока раскачается машина в Киеве. Я, честно говоря, проводил на базе как раз Харькова совещания рабочие с привлечением губернаторов других областей для того, чтобы просто делиться опытом, показывать, как нужно работать в этом направлении, когда центральные структуры долго раскачиваются. Ну, нужно понимать, что нет времени на раскачку. То есть, когда мы говорим о наступлении 9 мая, что будет после 9 мая, на самом деле наступление теоретически может быть уже сегодня вечером, завтра утром. Мы должны быть готовы уже сейчас. Спасибо большое. Елена Петровна, у меня уточнение и вопрос. Во-первых, продолжение вопроса коллегии из АТН. Вы говорили о том, что не стоит насильно переименовывать улицы и название населенных пунктов, но закон в нынешнем виде присматривает вам полгода и плюс 3 месяца. Означает ли это, что вы подготовили какой-то законопроект, по правам, которые это избили? Во-первых, то, что мы делали, правки, которые мы вносили в администрацию президента, и они потом вошли уже как инициатива президента, это то, что, скажем так, мы в течение нескольких часов проанализировали и пришли к выводу. Я считаю, да, закон сейчас будет подписан, когда президентом, он поступает в действие. Но все равно, когда подпишет президент, еще неизвестно. У нас сейчас есть время. Мы сейчас как раз эти вопросы должны все, которые, проблемные вопросы возникают вокруг закона о декоммунизации, должны выносить на экспертное и общественное обсуждение. У нас все равно в любом случае есть время. И, ну, в любом случае, если бы даже, допустим, не несли правки боевых наградок, ну, я не думаю, что где-то на 9 мая какой-нибудь там правоохранитель додумался бы с ветераном срывать его ордена, правильно? То есть все равно есть еще какой-то момент, скажем так, психологической раскачки. Даже если сейчас будет подписан президентом этот закон, можно оперативно наносить правки к нему. Я думаю, Верховная Рада, ну, все понимают, что слишком поспешно был принят закон. И Верховная Рада, когда это рациональное предложение, я уверен, что проголосуют однозначно, то же самое, как проголосовали эти правки. То есть вы считаете, что закон нуждается в доработке, но пока проекта внесения изменений нет? Я правильно вас поняла? Да, да. Нет, ну так мы можем сейчас еще одни правки сделать. Ну, понимаете, это должен быть уже какой-то комплекс правок, а это возможно только когда будут задействованы, ну, я говорю, экспертные и общественные обсуждения. Понятно. А потом второе уточнение. Вы говорили о том, что есть вероятность того, что будут попытки спровоцировать силовые столкновения на 9 марта. Вы имели в виду только Харьков и другие области юго-востока Украины? Или о всей Украине? Нет, ну, в данной ситуации вообще говорят только о Харькове. Хотя такие алгоритмы, я абсолютно не исключаю в той же Одессе, в той же Запорожье, ну, хотя там уровень меньше, понятно. Потому что Днепропетровский. По, скажем так, смотря какие цели ставят. Вот именно такие акции, когда под, скажем, активист в кавычках с символикой украинской, начиная там нападать на ветерана, такие провокации, возможно, в любом насильном пункте абсолютно не исключают. Мы помним 9 мая при Януковиче, когда во Львов был привезен десант, да, и что там устроили из этого. Львов оказалось. То есть такие провокации могут быть где угодно. Вопрос только о цели, которые при этом достигаются. В том же Львове, я не думаю, что будет попытка на этом фоне сделать какие-то массовые беспорядки, да, какие-то массовые акции протеста или столкновения глобальные на уровне, скажем так, города. А в Харькове это возможно, к сожалению. Только Харьков или Одесса? Одесса. Ну, Харьков и Одесса это два города, которые, ну, не два региона, а Харьковские и Одесские, которые мы сейчас определяем по шкале дисципальной, это оценка 8. То есть это, ну, если заключение Донецкой и Луганской области, они на втором месте по угрозам такого плана. И, собственно, вопрос у меня по поводу завода Малышева. Вы говорили, что там были и будете лоббировать Эдспорт. Вы можете назвать законопроекты, которые... Я не буду лоббировать, я изложу свои предложения. На комитете мы будем обсуждать. Я, ну, я сказал, что я курирую Житомирский бронетанковый ремонтный завод. По нему я могу лоббировать, потому что я знаю поднагодную уже до мелочей. Что касается завода Малышева, я на нем провел пару часов. Я не могу сказать, что я сейчас великий специалист, вот именно потому, что происходит на Малышево. Я могу изложить ту проблематику, которую я увидел, и предложить свои варианты решения проблем. А будет комитет поддерживать или нет, ну, я не могу за это вручаться. Спасибо, Владимир Насков. Добрый день. Дмитрий, тут у нас ситуация интересная. Активисты с властью немного конфликтуют по поводу видения обороны. Власть заявляет, что область на замке. Активисты общественные, у нас есть такой огромный штаб территориальной обороны, говорят, что когда они ездят и мониторят, то видят, что граница и поля, и так далее, чуть ли не открыты, что есть места, где на блокпосту сайтап по одному, по два человека, мол, что стоит дом поломать, да? Перефразировать эту фразу. Вы, ваши наблюдатели, фиксируют именно вот эти моменты? Ну, я разобью ответ на две части. Во-первых, что касается конфликта с властями. Этот конфликт будет всегда. Я, когда хвалю харьковские местные власти, это не означает, что эти власти идеальны и на 100% просто-напросто отвечают вашему видению, то есть простых общественных активистов, которые не занимают высоких кресел и так далее. Все равно любой чиновник, он всегда будет стараться идти по пути наименьшего сопротивления. Он всегда будет стараться выставлять желаемое за действительным, потому что от этого зависит оценка его работы. Ну, это как бы понятно. То есть в этом случае как раз общественные активисты, как мне, они церберы, скажем так, национальных и общественных интересов. То есть когда вы вносите эти проблемы в общественную плоскость, вот это как раз и заставляет местную власть быть еще более эффективной. Это однозначно. Так что конфликт между общественностью и властью будет всегда. Ну, и это, в общем-то, при соблюдении цивилизованных условий, это хорошо. Что касается того, на замке, где у нас граница, и насколько вообще мы готовы, скажем так, я же так понимаю, к ширкомасштабному наступлению российских войск по всем 315 километров границам Альгарской области с Российской Федерацией. Вы про это спрашиваете, да? Ну, я вам скажу, что бы мы не изображали, даже проект «Стена», будь эта стена сейчас построена, ну, и если бы Путин решился на ширкомасштабную агрессию против Украины, шансов бы у нас было немного. Я бы в этом плане ставил в дело ставку на партизанскую войну, потому что задействовать всю свою военную машину, задействовав там авиацию, в том числе стратегическую, оперативно-тактические ракетные бомбки, даже без ядерных боеголовок, ну, в общем-то, вывести из строя наши командные пункты, основные объекты инфраструктуры, стратегические объекты, труда для него не представляет. Ну, я не исключаю, что не был бы очень высокий процент потерь, но русская армия всегда ослабилась тем, что не плевать хотели на людей, и всегда, ну, фраза Жукова, русские бабы еще нарожают, потому что полностью эту концепцию отражают. Что касается возможности, допустим, проведения такой же операции в рамках гибридной войны, которая была на одной базе, то есть забрасывание недовереченно-разведывательных групп и так далее, но, по нашим данным, сейчас как раз тот процесс переформатирования госпогранд-войск, госпогранд-службы, которая идет, и то, что они предложили в плане реформирования, вот этот концепт, к которому мы придем, он будет весьма мощно отвечать, скажем так, введению времени. На сегодня я бы не сказал, что достаточно эффективная система обороны, что касается ограниченных территорий. Нам сейчас необходимо как можно быстрее как раз решать, в том числе, вопросы организации территориальной обороны, нужно принимать, ну, чем раньше, тем лучше новый закон. Необходимо полноценно вводить в действие план охраны и обороны государственной границы, который бы обеспечивал взаимодействие приграничных зонах и как программных войск, так и вооруженных сил, национальной гвардии. Но, к сожалению, это почему-то делается все очень медленно. Но на сегодня я бы не был спокоен за границу. А что касается, мониторите ли вы, что касается гражданской обороны, да, то есть наличие бомбоубежей, потом вот нам еще тут рассказывали, что отсутствуют договоры по контракту эвакуации, допустим, автобусы, железная дорога, резерв бензина, ну, то есть тут куча всяких проблем озвучивалась, которым говорят, что хотел просто в этом. Ситуацию по бомбоубежищам мы, к сожалению, по эвакуации мы не мониторим. Мы мониторим уровень угрозы, а не способность, скажем так, города выжить во время ширкомасштабного наступления. Я вам скажу, что вообще-то вся информация, которая касается, в частности, бомбоубеж, это совершенно секретные данные. Если мы начнем ими оперировать, то нас возьмут за белые ручники и заведут в комнату полка. А теперь по поводу декоммунизации. Тут вот комиссии топонимические тоже задаются вопросами. Одни считают маршала Жукова, да, вот, символом победы, вторые считают, что он своими сапогами топтал советских солдат, да. Также вопрос по поводу Катюбинского. Вы уже знаете, да, памятник свалили из-за того, что там кто-то посчитал, что советский писатель, но у него же очень много и интересных, скажем, произведений, или там Элан Блакытный, или... То есть как это все тоже вот с этим? Опять-таки, ну, если я... А что такое там поводить памятники? Ну, что такое элементарный вандализм? Я считаю, что с одной стороны это абсолютно неправильно, когда идет стихийный снос памятников. С другой стороны, в массе случаев, если на это есть общественный запрос, а местные власти не реагируют, то это претензии, в первую очередь, необходимо предъявлять местным властям. Почему этот общественный запрос не реализовывается? В любом случае, я считаю, что вне зависимости, скажем так, от мнения даже большинства населения, необходимо решать вопрос, скажем так, с увековечением памяти тех политических, исторических фигур, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. То есть, если к Жукову есть претензии, ему есть претензии в историческом плане, я не думаю, что у него место на центральных площадях наших городов. Хотя... Спасибо большое. Есть еще, я прошу прощения, у вас очень мало времени, есть еще вопросы. Да, пожалуйста. Уточняю, еще вопрос по терробороне. 1 мая прошлого года был принят указ президента Украины, в соответствии с которым к июлю военкоматы получили внутреннюю документацию, я так понимаю, Ленштаба и Генерал обороны, и приступили к формированию так называемых отрядов терробороны и рот охраны. Примерно там общечисленность в районе города и области порядка 550 человек. Однако, не было сформировано ни одного моста по факту отряда и ни одной роты. Не было проведено с ними, естественно, никаких занятий. То есть, терроборона в Харькове в соответствии с этой линией пропуску полностью отсутствует. Известны ли вам примеры формирования подобных отрядов терробороны и рот охраны в других областях и опыт каких из этих людей? Если вы говорите о терробатальонах, им было сформировано более 50. По стране? Да. Мы говорим о батальонах терробороны так называемых, которые уже вошли. Кроме этого, не, подождите, кроме тех терробатальонов больше никаких формирований не было. И я думаю, что Минобороны и Генштаб сейчас вам 500 причин назовет, почему этого не надо делать. Вы видите вообще, какой идет, скажем так, конфликт между, конфликт интересов, скажем так. Вместо формирования вот таких батальонов и рот, нам необходимо просто-напросто сейчас принять нормальную, полноценную военную доктрину, для чего это делается, на основании которой определяются угрозы и видится какой-то образ нашей армии. После этого необходимо, опять-таки, в экстренном режиме принимать госпрограмму развития и реформирования вооруженных сил. И в этой структуре уже должно быть предусмотрено, эта структура как раз и должна отвечать тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний день. У нас, мы больше года импровизируем, мы создаем какие-то там новые структуры и так далее, пытаясь все это приспособить под введение так называемой территорийской операции. Но это неправильно, мы должны сформулировать, что на сегодняшний день и на обозримое будущее, к сожалению, Российская Федерация является для нас потенциальным противником. Ну, на самом деле, явно, скажем так, в доктринальном уровне важно сформировать, что это потенциальный противник. Мы должны выстраивать всю систему обороны для того, чтобы противостоять этому противнику. Начиная, учитывая реальный опыт, какие формы боевых действий он ведет. То есть, гибридная война и предусматривать варианты действия на случай широкомасштабного отражения. Я вам скажу больше. У нас в сентябре к админам была поставлена задача, опять-таки, поставили, я бы впереди лошади, сначала была поставлена задача о создании военной доктрины, после этого стратегия национальной безопасности. Хотя, по логике оборонного планирования должно быть наоборот. Ну, ладно, бог с ним. Задним числом уже поставили задачу, так поставили. Но, на сегодня апрель, сколько прошло, сентября месяца, в Минобороны рапортовали еще в январе, или в конце декабря, или в начале января, о том, что у них есть проект стратегического оборонного бюллетеня, это при том, что комплексный оборонный обзор не проведен. Как они думают это сделать, я лично не понимаю. При этом есть у них проект военной доктрины, и уже есть проект госпрограммы развития армии. Ну, грубо говоря, вы строите дом, вы еще не начертили даже эскиз, как вы будете его строить, но вы уже закупили, грубо говоря, строительные материалы, количество гвозей, краски и так далее. Я не понимаю, как у Минобороны такие фокусы выдаются. Нострадам у нас там просто курит. Но они вот такие вещи делают. Но тем не менее, только эти документы как раз должны предусматривать полный комплекс, скажем так, шагов по реформированию армии. И тогда не будет задавать вопрос о том, что давайте сформировали там еще два каких-то отряда, а там батальон территориальной обороны. Смотрите, а как вы видите себе компромисс в ситуации с ДУГ-ПС? Вопрос непростой. Еще год назад мы как раз группой информационных сопротивлений говорили о том, что необходимо решать вопрос с добровольскими формированиями. То есть абсолютно понятно, что они действуют не в конституционном поле. У нас конституция прямо говорит, что вот есть перечень вооруженных формирований, а остальные формирования запрещены. То есть они являются незаконными. Соответственно, если следовать духу и букве закона, то все эти добровольские формирования должны были, бог еще знает когда, быть введены в состав либо МВД, Национальной гвардии, либо вооруженных сил в Украине. Что, собственно, и происходит. То есть процесс с точки зрения логики прост и объективный. Но, сейчас, одну секунду, но, на самом деле мы все прекрасно понимаем, почему идут такие проблемы с мобилизацией, почему добровольцы не хотят становиться под командой того же генерального штаба. Если бы министерства обороны, генеральный штаб демонстрировали адекватность, свою эффективность, и, уверен, этих проблем бы не было. Если у нас, зато уже и ловазь до сих пор не могут найти крайнего, называть, кто виноват в гибели сотен наших ребят, ну, какое может быть доверие к таким органам военного управления. То есть тут палка о двух концах. С одной стороны, с точки зрения закона добровольцы однозначно не правы, а с точки зрения логики, их вполне можно понять. Геннадий Корбан на своей странице в фейсбук размещает посты, в которых прямо говорит о том, что вооруженные силы Украины поставлены ружьем против своих же братьев по оружию из ДУПС. В чем компромисс может быть сейчас, сегодня? Необходимо на данный момент, что касается именно правого сектора, необходимо вообще, ну, я считаю, что правый сектор должен вынести в публичную плоскость условия, те договоренности, которые существуют с генеральным штабом. Мы должны понять, из-за чего возник конфликт. До этого мы видели, что вроде договоренность есть, я раз сейчас делаю советником Муженко, в чем проблема? Правый сектор готов стать под ружье и подчиняться генеральным штабам. Сейчас возникли проблемы. Я считаю, что этот конфликт как раз в этом плане должен решаться по публичной плоскости. Я против того, чтобы выносить ссоры из СБ, но именно этот конфликт может решиться только при том, что мы будем понимать, что происходит. И тогда мы будем понимать, кто прав, кто виноват. И, конечно, тот факт, что это перед 9 мая, но это настолько, скажем так, мягко говоря, неуместно. У меня вопрос противоречен и законам Украинской Конституции принцип, который предлагает ПС, не разойтись всем по домам и мобилизовываться через военкоматы, а готовыми подразделениями вступать в вооруженных сил Украины. Как вы считаете? Подождите, процесс вступления вооруженных сил Украины, насколько я знаю, это была и позиция Минобороны изначально. Минобороны предлагала, что давайте заключайте контракты и, пожалуйста, с Министерством Украины вступайте на контрактную службу. Проблемы нету. Я вижу, что там конфликт идет как раз по поводу в составе подразделений или, как, допустим, с батальоном Артемовском. Их взяли там, вроде, большую часть людей взяли на службу, заключили контракт, но их просто проголосовали по разным подразделениям. А тут принципиально то, что это уже слаженный коллектив и так далее. Я не могу понять логику Министерства обороны в этом плане. Если, ну, определенная логика есть только в том плане, что многие комбаты, которые сейчас как раз опять-таки прошли в Раду и которые стали уже политическими деятелями, они пытаются сохранить влияние на свои подразделения. это, конечно, неправильно. Ну, не может народный депутат иметь свое частное подразделение. бред с его и кобыл. Спасибо. Можно обладать это? Я прошу прощения, если можно... Еще один вопрос. Нет, у нас... Прошу вас. Да, закончите, вы застанусь. Да, я уже забился. Нет, Нет, ну, я считаю, понимаете, с точки зрения, ну, я человек военный, с этой точки зрения, подразделение, которое уже практически прошло боевое слаживание и не на условиях полигона, а в реальной боевой ситуации, ну, по-моему, ценность этого подразделения в разы больше, чем того, которое прибыло из ущепки. Казахстан, по-моему, 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 скажите, скажите, обрисовать, скажем так, буквально, в двух словах, деятельность группы информационного сопротивления на территории, допустим, в Харьковской области. То есть, вы здесь подготовили какой-то, как бы... И это аналитика, это мониторинг, что-то еще, и кто, как бы, есть ли человек, который уже, скажем так, фонд спикер? У нас, да, я надеюсь, что мы уже в ближайшие недели представим, ну, по Одессе мы уже представили и координаторы есть, по Харькову как раз возникли некоторые проблемы, но я думаю, что мы их решим. У нас работают сейчас мониторинговые группы, которые мониторят сусети, местные СМИ, мы работаем в взаимодействии со спецслужбами, причем не просто в образе, там, допустим, СБУ, а с конкретными людьми, которым мы доверяем, и, ну, у нас есть, скажем так, и по должностным лицам, что в управлении МВД, что по СБУ есть к некоторым доверие, к некоторым, мягко говоря, недоверие. Мы работаем с теми, которым мы доверяем. То есть, система уже, в общем-то, запущена. У нас остался вопрос, более того, мы в рамках нашего интернет-сайта информационного сопротивления будем готовыми, тоже в ближайшие недели запустим из Харьков. Как раз с местной тематикой, и, опять-таки, в том числе и по данным, ну, данным мониторинга и так далее. Наши анализы, прогнозы. Кто ваши специалисты? Это военные в отставке? Кто мониторит, да? То есть, все-таки, это специфическая, да, такая сфера? У нас, я вам скажу, все три координатора группы есть военных, да, два, в чьи, подполковника запаса, один действующий подполковник. Но мне приятнее работать и намного проще, как ни странно, с гражданскими как раз. Потому что военными, они слишком, ну, скажем так, безинициативны. А с гражданскими немного проще, потому что всегда есть разумная инициатива, хотя разумная инициатива предусмотрена усталом. Но почему-то в реальной жизни очень редко работает. Так что у нас и военные есть, и невоенные. Последний вопрос. Дмитрий Овцянкин, дурналист. Дмитрий, скажите, вот, к 9 мая в России предполагается масштабная амнистия. До 200 тысяч человек. Может ли это, на ваш взгляд, вызвать осложнение боевой обстановки? безусловно. Мы видим... В Харькове можно ожидать? Нет, я думаю, что, что касается Харькова, сюда вряд ли пойдут дошелоны с зэками, освобожденные из России. А в рамках Барабашова другие есть? Да нет, я боюсь, что будет ситуация немного в другом плане. У Путина сейчас большие проблемы с кадрами для Донбасса. Если мы в прошлом году, на протяжении прошлого года наблюдали что забрасываются две основные категории. То есть подразделение вооруженных седр регулярных, которые заходят во время операции и потом выводятся в основном. Остаются инструктора, советники и смотрящие, точнее, и диверсионно-разведывательные группы. Не менее 60% сейчас нынешний ДНР это российские наемники. Так вот, что касается наемников, на протяжении прошлого года сначала набирали только тех, кто служил в подразделении спецназначения, прошел горячие точки, потом брали уже все, кто хотя бы имеет какой-то опыт военнослужбы. С начала этого года мы фиксировали ввод целых тактических групп, которые сформированы из людей вообще не имеющего опыта военнослужбы. Ресурс заканчивался. Поэтому как раз амнистированные зэки это кушечное мясо, которое не исключено массово направлением у нас. Вполне может быть. Я прошу прощения, спасибо вам. Вам спасибо.